В центре каратэ Старомайнского района обычная тренировка. Наставник Владимир Штурмин со своими учениками отрабатывает технику кёку-синкай. Трудно представить, но каких-то два года назад на этом месте были руины школьного тира, возведенного еще в советское время. Вот, оно пустовало, тут уже было как склад, вот все заброшено, разбитое было. Посмотрев на это все, у многих руки просто опустились, говорит, ты что, задумал это, нереально. Идея такой сделать, реконструировать тренировочный центр, чтобы был зал традиционный с татами, зал ОФП, все под одной крышей. Василий Худяков, еще один наставник по каратэ в Старой Майне, рук не опустил. И вместе с единомышленниками воплотил задуманное, воспользовавшись схемой государственно-частного партнерства. Теперь в центре занимаются около сотни мальчишек и девчонок, а также три десятка взрослых. Изучают тонкости восточных единоборств. А вот стармайнским любителям традиционных спортивных игр повезло меньше. По федеральной программе в районном центре планировали построить фок надувного типа. Однако подрядчик из Геленджика заказчиков попросту надул. Положил бетонное основание для новостройки, возвел административно-бытовой комплекс и пропал. Два судебных разбирательства у нас уже состоялось. К сожалению, подрядчик не исполняет свои обязательства по контракту, заключенному в 2020 году. Стройка стоит второй год. Именно поэтому баскетболисты и волейболисты до сих пор ютятся в небольшом спортивном зале районного Дома культуры. На стыке весны и лета сюда пожаловал проект регионального олимпсовета «Олимпийский патруль», дабы провести мастер-класс по баскетболу для учеников старших классов местной школы. Мастер-класс получился очень интересным. Мне он очень понравился. Я узнал, как правильно нужен мяч, переводить из стороны в сторону. И это я буду принять на своих тренировках. В официальной части проекта традиционно наградили самых активных представителей спортивной общественности Старой Майны. Подписали соглашение о сотрудничестве между областным Минспорта, администрацией района и региональным олимпсоветом. А также избрали его районное отделение, что общественники помогали оперативнее решать насущные проблемы местных спортсменов. Для баскетбола, волейбола нам нужно сейчас сделать ремонт в основном зале РДК. И в карате, если им что-то нужно, они в основном по транспорту могут к нам обращаться, либо по спортивному инвентарю. В финале флаг олимпсовета с автографом лучших спортсменов района передали представителям цельны. Через неделю патруль высадится там, чтобы завершить свое путешествие по всей Ульяновской области. Михаил Сашанский, Управда ТВ.